Сербы и боснийцы между Москвой и Анкарой. Винка Пандуревич. Аналитички форум, Сербия. 9 июня 2018 года. Своё присутствие и влияние на Балканах России и Турция реализуют, прежде всего, посредством Сербии и Боснии и Герцеговины, то есть сербских этнических территорий, и посредством сербов и боснийцев. Чуть меньше влияния Турции удается распространять посредством албанского фактора. Россия основывает своё присутствие на Балканах в основном на близости с сербским народом в Сербии и Республике Сербской. Турция же использует свои исторические, религиозные и культурные связи, а также близости с босницами-мусульманами, прежде всего в Боснии и Герцеговине, а теперь и в Сербии. Если говорить об отношениях и близости между русским и сербским народом, с одной стороны, и турецким народом и боснийцами, с другой, то эти отношения и связи можно считать естественными и ожидаемыми. Существует масса факторов, которые делают отношения между упомянутыми народами такими, какие они есть, поэтому мы попробуем их проанализировать. Поддержка давних отношений между Сербией и Россией, точнее между сербским и русским народом, а также их укрепление крайне необходимо и важно для будущего сербов. И точно так же это играет роль в отношениях между Турцией и боснийцами на Балканах. Развитие и укрепление экономических, культурных и исторических связей между упомянутыми народами только поспособствует стабильности на Балканах и в Юго-Восточной Европе. В условиях, когда эти отношения стали обретать выраженный геополитический характер, по принципу сообщающихся сосудов на Балканах активизируются и многие другие внешние силы. У западных стран, прежде всего США, Великобритании и Европейского Союза, присутствие России и Турции на Балканах, на означенных этнических территориях, вызывает беспокойство, поскольку на Западе считают, что Россия и Турция своим влиянием угрожают его геополитическим интересам. Российское присутствие и влияние вообще считается крайне вредным. Совершенно естественно, что Россия и Турция не скрывают своего присутствия на Балканах и открыто заявляют о своих законных интересах. Тем самым они никому не вредят, если только не вмешиваются во внутреннее дело государств, в первую очередь Боснии и герцоговины. Турция и ее президент Эрдоган значительно изменил свою риторику относительно турецкого присутствия на Балканах. Прежде из Турции звучали требования и утверждения о том, что Алейзет Бегович завещал Боснию и герцоговину Эрдогану, чтобы тот сохранил ее. Кроме того, турецкие лидеры заявляли, что Косово – это Турция, а Турция – это Косово. Теперь же риторика очень изменилась и смягчилась, что поспособствовало стабилизации отношений между Турцией и Сербией. Кроме того, изменилось отношение к Боснии и герцоговине, которое Турция теперь признает сложным многонациональным государством, основанным на дейтонских принципах. Сербия, которая в энергетике очень зависит от России, получает от нее военно-техническую помощь и крайне полагается на нее в том, что касается собственной целостности и соблюдения резолюции 1244 СБООН, должна, и в том числе и за культурно-исторической близости, продолжать поддерживать крепкие и близкие отношения с Российской Федерацией. Россия осознает свою ответственность за Сербию, поэтому продолжит делать все, что возможно, для защиты сербских насущных интересов, связанных с соблюдением международного права и сохранением целостности Сербии. Вместе с тем Россия по-прежнему будет ожидать от Сербии, что ТАД сохранит свой военный нейтралитет и сделает возможным беспрепятственное продвижение российских интересов на Балканах. Учитывая сбалансированность отношений между Россией и Турцией и их взаимную готовность идти на уступки, когда речь идет о поддержке их союзников на Балканах, похоже, что сотрудничество между сербами и боснийцами примет новые формы. Для России республика сербская, как антитет в составе Боснии и Герцеговины, имеет такое же большое значение, как и Сербия. Россия использует республику сербскую в качестве своей самой западной геополитической опоры. Можно было заметить, как после каждого заигрывания Эрдогана с Сараева, то есть с боснийцами, Путин отвечал определенными шагами в отношении республики сербской и Милорада Додика, ее президента, который считает Путина своим политическим покровителем. Встреча, которую Эрдоган провел в Сараево в рамках своей предвыборной кампании, собрав там своих сторонников из Европы и боснийцев из Сербии и Боснии и Герцеговины, стала своего рода политической лакмусовой бумажкой. Хотя в Западной Европе проживает несколько миллионов турок, политика Эрдогана пока могла проявить свою западную укорененность только в Боснии и Герцеговине. Она стала самым западной политической точкой, которой удалось достичь Эрдогану, поскольку ЕС взирает на него и Турцию без благосклонности, считая его режим недемократическим и упрекая за отсутствие свободы слова и оппозиции. Эрдоган воспользовался Боснии и Герцеговиной как территориальной платформой для концентрации своих единомышленников и устремления своей политики на Запад. Некоторые боснийские политики, в свою очередь, воспользовались этим шансом, чтобы еще раз выразить восхищение своему лидеру и защитнику, человеку, богом посланному боснийцам, как сказал Бакир Изетбегович. На митинге Эрдоган снова подчеркнул, что Турция здесь, в Боснии и Герцеговине, присутствует и будет присутствовать. Этого оказалось достаточно многим боснийским политикам. Сербские же политики очень сдержанно прокомментировали митинг Эрдогана в Сараево. Хорошее отношение, которое Эрдоган поддерживает с Вучичем и Путиным, главными союзниками сербов в Республике Сербской, особо не оставили сербским политикам в Республике Сербской и Боснии и Герцеговине пространство для маневра. На данном этапе турецкого прорыва на Балканы и в Западную Европу турецкое экономическое присутствие наиболее выражено в Сербии, где с Турцией уже налажены крепкие хозяйственные связи. В Сербию поступает все больше турецких инвестиций, так что у сербы все больше братской любви к боснийцам в Боснии и Герцеговине и неприятия к ЕС. Если рассматривать отношения между Россией, Турцией, Сербией и Боснией и Герцеговиной, то можно представить их как четырехугольник или параллелограмм с углами А, Б, В, Г, А, это Россия, Б, это Турция, В, это Сербия, Г, это Босния и Герцеговина с Республикой Сербской. Отношения между Россией и Турцией основаны на относительном равноправии и взаимодействии. А и Б образуют основу параллелограмма, на которой формируются и развиваются отношения между остальными государствами, Сербией и Боснией и Герцеговиной, включающей Республику Сербскую. Россия выстаивает свои отношения с точки А в точку В, Сербия, основываясь непосредственно на обоюдных интересах. Правда, российские отношения все же играют решающую роль. Кроме того, Россия с точки А выстраивает отношения в сторону точки Г, Боснии и Герцеговины, прежде всего посредством Республики Сербской, но при этом учитывает интересы точки В, то есть Турции. Она взаимодействует с точкой Г, Боснией и Герцеговиной, исключительно посредством боснийских политических сил. Однако их отдача невелика. Между точками В и Г, то есть между Сербией и Боснией и Герцеговиной, отношения выстраиваются на базе существующих параллельных связей между Сербией и Республикой Сербской, а также на основе законных интересов двух государств с учетом интересов Турции и России. Действия Турции по отношению к Сербии, проводимые с точки Бек.В, основаны на взаимных интересах, а также на интересах боснийцев в Сербии и в Боснии и Герцеговине и сербов в Боснии и Герцеговине. Отношения на Балканах между Россией, Турцией, Сербией и Боснией и Герцеговиной очень сложны, многообразны, взаимообусловлены как на региональном, так и на межгосударственном уровне, а еще больше – на международном. В будущем отношения между сербами и боснийцами будут формироваться в рамках треугольника Россия, Турция, Сербия. Винка Пандуревич, генерал Вооруженных сил Сербии и Вооруженных сил Республики Сербской в отставке.